Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод А сейчас подробности. Прямые телефонные линии завтра снова будут работать в Беларуси. Жители нашего региона задать интересующие вопросы. И поделиться наболевшими проблемами в субботу с 9 часов и до полудня смогут с управляющим делами Лицкого райисполкома Ирина Юч. Номер для обращения 52 42 43. В Лицком районе началась уборочная кампания. Пока она только набирает обороты, но совсем скоро начнется массовая уборка зерновых и зернобобовых культур. В этом году под них отведена почти 21,5 тысячи гектаров. И каждый год за ходом жатвы в регионе внимательно следит районный комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Сегодня его руководитель Александр Марсов наш гость. Здравствуйте, Александр Иванович. На мой взгляд, жатва для вас и для райкома в целом, как и для аграриев, очень важная кампания. Несомненно, для всех людей, занятых в сельском хозяйстве, это окончание уборки, сама уборочная, это как подведение для учеников, учителей учебного года, так и для аграриев уборочная кампания и итоги этой уборочной кампании. Как сработали в течение года, такой результат и получили. Скажите, а сколько людей задействовано в этом году в Лицском районе в работах на полях, на зерносушильных комплексах? Значит, скажем так, в нашем районе в уборочной кампании будет принимать участие где-то около 90 экипажей комбайнов, это в целом где-то порядка 170 человек. Также более 60 водителей будет задействовано на отвозке зерна от комбайнов и практически 50 человек будет обслуживать зерносушильные, зерноочистительные комплексы. Также хочу сказать, что среди экипажей комбайнов есть и семейные, это порядка 10 семейных экипажей принимают участие в уборочной кампании, а также и молодые экипажи, молодых комбайнеров и молодые водители на отвозке. В прошлом году в уборочных работах принимали участие еще и привлеченные, в этом году такие будут? Да, сейчас тоже будут привлекаться с учреждения образования люди, также с Лицского ЖКХ, с Лида Хлебопродукт, с других промышленных предприятий, да, есть. Райком белорусского профсоизработников агропромышленного комплекса в период уборочной особое внимание уделяет условиям труда хлеборобов. В этом году накануне начала уборочной кампании были проведены собрания с работниками, на которых были доведены условия оплаты, графики работы, были утверждены экипажи комбайнов, экипажи, которые водители будут обслуживать, отвозку зерна. Также были проведены инструктажи по охране труда со всеми занятыми на уборке. А что касается организации питания? Питание у Райком профсоюза уже начал уделять внимание еще в начале весеннеполевых работ и продолжаем также уделять. Да, все участвующие в уборочной кампании будут обеспечиваться двухразовым питанием. Всегда во время уборочной в Лицском районе проходит соревнование на уборке зерновых и зернобобовых. Кто в нем принимает участие и как будут подводиться его результаты? Будут принимать участие все работники, которые будут работать на комбайнах, водители, которые будут задействованы на отвозке зерна. Ну и также будем выбирать тех операторов зерносушильных комплексов, которые наибольшее количество зерна обработали. Технология отработана? Да, она уже не первый год, поэтому будем участвовать. Будут определены три места в каждой из номинаций, о которых я сказал, и они будут по итогам всей уборочной кампании награждены. При подведении итогов соревнований будут учитываться только зерновые и зернобобовые или же еще и рапс? При подведении в общем итогов уборочной кампании будут учитываться все зерновые, зернобобовые, рапс и кукуруза. А также Белорусский профсоюз работников ОПК планирует награждать тысячников, то там мы будем учитывать только зерновые и зернобобовые. Ну, что касается тысячников, насколько я знаю, всегда не получают от вас награды, а в этом году уже их подготовили? Да, в этом году мы будем чествовать их денежными призами, подарками. Будет три первых тысячника награждены денежными подарками от областного комитета. Это, скажем так, по трем номинациям с пропускной способностью комбайнов 10 килограмм, с пропускной способностью от 10 до 12 и свыше 12. А все остальные тысячники будут награждены подарками от районного комитета. Ну, как только появятся первые тысячники, наша съемочная группа тоже готова вместе с вами выехать в хозяйство, чтобы познакомить телезрителей с Гроем Жатвой. Мы с большим удовольствием и хотелось бы сделать это как можно раньше. Все думал, спросить или нет, но все-таки спрошу. Это первая ваша уборочная, как председателя райкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Чувствуете, какой груз ответственности лежит на вас? Вообще волнуетесь? Ну, первый раз он всегда волнительный, где бы ни был. Хотя сказать так, что первая уборочная компания не совсем правильно, потому что косвенно работая в ОАО «Лида Хлебопродукт», я принимал уже участие не в одной уборочной компании. Но каждая уборочная компания, она свои нюансы у нее, и каждый раз можно ожидать чего-то нового и чего-то более, может быть, даже интересного. И не зря говорят «битва за урожай». Битва за урожай. Спасибо, Александр Иванович, за беседу, спасибо за «Хлеборобов», что вы их поддерживаете. Пожелаем тем, кто трудится в поле хорошей погоды, исправной техники и больших намолотов, а значит и больших зарплат. Да, пожелаем, чтобы погода поспособствовала тому, чтобы мы с вами в ближайшие недели выехали награждать первых тысячников нашего района. За ходом уборочной компании в Лицком районе следит и райком БРСМ. Его внимание прежде всего направлено на молодых комбайнеров. С целью привлечения молодежи к реализации государственной аграрной политики, качественного и своевременного проведения уборочной компании 2017 года, Лицком районном комитетом общественного объединения БРСМ организовано соревнования среди молодых комбайнеров, которые задействованы на уборочной компании 2017 года. Принять участие в соревновании может любой молодой комбайнер не старше 31 года, член общественного объединения БРСМ. Победителем станет комбайнер, который по итогам уборочной компании на протяжении 20 суток с начала момента массовых работ показал большую производительность. Конечно же, участие в данном соревновании принять не смогут те комбайнеры, которые не соблюдают технику безопасности, а также по их вине произошли срывы на протяжении уборочной компании. 20 июля в средних специальных учебных заведениях Беларуси началась вступительная кампания. Подать документы на бюджетные места абитуриенты, окончившие 9 классов, смогут по 3 августа, а выпускники средних школ по 9 августа. По 9 августа можно подать документы в среднее специальное учебное заведение и на заочное отделение на бюджет. Вступительная кампания вчера стартовала и в Лицком колледже, и в Лицком музыкальном колледже. Карина Артем приехала поступать в Лицкий музыкальный колледж за Шмян. Она, как и все абитуриенты этой научной установки, человек тут не выпадковый. 7 годов девушка занимается игрой на фортепиано и плануя связать с музыкой свой дальнейший лес. Вядом, аж можно было поступать и в Гродинске, и в Минске музыкальное колледже, а ли тут умешался в выпадок. Именно Лицкий государственный музыкальный колледж выбрала, потому что, когда у меня был экзамен выпускной, меня заметила учительница, которая сидела в комиссии. Пригласила к себе посмотреть, как дети учатся, и как-то я заинтересовалась, и подумала, почему бы и нет, мне это нравится. Таких, как Карина Артем, иншагородних абитуриентов у Лицким музыкальным колледжей, что год процентов 75. Остатние – литчане. За час в учебу у мясовых детячей музыкальной школы и детячей школы мастерства у Яны не раз чули, какую подрыхтовку дают у колледжей, какие досягнение есть у Ягонов ученцев и у яких ВНУ Яны протягивают в учебу. Тому юные музыканты и мкнутся поступить миновито сюда. Я буду поступать на музыкальное исполнительство, но я уже очень давно решила поступать в музыкальный колледж, еще с пятого класса, мне нравится играть на скрипке. Все литовлицким музыкальным колледжем по трех специальностях набирают 56 человек. Документы абитуриенты могут подавать по третьего жнивня. С четвертого по семого жнивня яны будут сдавать уступные экзамены по специальности и сальфеджи. Кто же станет наученцем Лицкого музыкального колледжа, вызначится десятого жнивня. Мы ориентируемся на три специальности. Дирижирование по направлениям академический и народный хор, инструментальное исполнительство по направлениям, специально фортепиано, духовые ударные инструменты, струно-смычковые инструменты, инструменты народного оркестра, клавишные, баян-аккордеон и струнные народные, домра, гитара, цимбалы и прочее, балалайка. Естественно, что каждый год мы испытываем определенные проблемы, так как контингент, который мы набираем, он должен иметь, кроме базового образования, определенное музыкальное образование, аттестат об окончании музыкальной школы и с хорошими баллами. Потому что работаем мы на перспективу, и колледж является базовым для нашего вуза целевого, для Академии музыки. И, конечно, процент определенный абитуриентов мы рассматриваем как в перспективе студентами Белорусской государственной Академии музыки. Ну и с этой целью мы выбираем самых лучших, не только в Литском районе, но и во всем Приньемовском регионе. В этом году мы имеем абитуриентов из Брестской области, собственно говоря, как и в прошлые годы, и из Минской области, тоже, как и в прошлые годы. Процент небольшой, но он есть, он стабилен. А в этом году у нас нет абитуриентов из России, из Казахстана, как было в прошлые годы. Горячая пора зараз и в уголовной научальной установе Лиды, Лицким колледжи. У первый день уступной кампании подавать документы сюда пришли некольки десятков абитуриентов. Причем это были и литчане, и жихары инших районов Гродинской области. Я выбрал специальность электромеханика, потому что на грудке построен ветропарк. Это такая специальность, можно идти и в электросети, то есть и в автодело, много куда. А почему Лицкий колледж? Ну, Лицкий колледж, во-первых, был рядом. Здесь и дается и общежитие, и столовая рядом. Я выбрала специально изначальное образование, так как мне эта профессия очень нравится. Люблю деток учить, и поэтому такая специальность. Почему Лицкий колледж? Ну, зарекомендовал себя, мне еще понравился. Техник, механик. А почему у Лицком сам Лицкий? 360 человек на бюджет и 70 на платную форму навучания. Такий селитоплан набору у Лицким колледжи. У пораунаний с минулым годом Ёнкрыху изменчився на заводшем отделении. Наибольшая колькость першокурсников 90 человек будет набрана на специальность техничная эксплуатация автомобилей. Мы набираем на специальности техническая эксплуатация автомобилей и автосервис, дошкольное и начальное образование, электронно-вычислительные средства и приборы, и техническая эксплуатация приборов и аппаратов, и специальность промышленно-гражданское строительство. В 2017 году мы открываем на базе 11 классов набор по специальности производства и техническая эксплуатация приборов и аппаратов. На эту специальность предыдущие годы набирались только на базе 9 классов. Что касается заочного отделения, в 2017 году прекращен набор на специальность бухгалтерский учет, анализ и контроль. В этом году мы набираем по следующим специальностям технической эксплуатации автомобилей, промышленное и гражданское строительство, организации перевозок и экономика. Все летоотбор на все специальности у Лицким колледжи будет проходить по баллах у Атыстати. И только на специальность в творчестве техничной эксплуатации приборов и аппаратов за лечение будет проходить с уликом баллов, отриманных на централизованном тестировании. На основе базы образования 9 классов документы принимаются на бюджет с 20 июля по 3 августа. На платной основе с 20 июля по 10 августа. Что касается набора на основе общего среднего образования и профессионально-технического образования, прием документов осуществляется с 20 июля по 9 августа на бюджет и с 20 июля по 16 августа на платной основе. Прием документов на заочное отделение осуществляется с 20 июля по 16 августа на платной основе. Приемная комиссия у Лицким колледжей и Лицким музычным колледжей працует с понеделка по субботу с 9 до 18 годин. Усю информацию о приемной кампании можно знайсти на сайтах навучальных установ. В прошлом учебном году в Лицком колледже обучались четыре группы, учащиеся которых получали заочно высшее образование, три по специальности измерительные приборы и аппараты, открытые физико-техническим факультетом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, и одна по специальности дошкольное образование педагогического факультета этого же вуза. В этом году набора по последней не было, а вот группа первокусников по специальности измерительные приборы и аппараты в Лицком колледже с 1 сентября будет. 2017 год для Лицких электрических сетей юбилейный. В июле предприятию исполняется 60 лет. Фильм к юбилейной дате Лицких электрических сетей, предоставленный этим предприятием, смотрите на нашем канале в субботу в 19.30 и в воскресенье в 9.40. Телевизионную же версию торжественного мероприятия можно будет увидеть в эфире Лицкого телевидения в следующее воскресенье. В конце выпуска спортивная информация. Последняя игра первого круга чемпионата Беларуси в первой лиге футбольному клубу «Лида» не принесла победы, однако и проигрышной не стала. Сильнейший в паре «Лида» с «Лоним-2017» так и не был определен. Команды забили друг другу по одному голу. После 15 матчей чемпионата республики литчане занимают 13 место в турнирной таблице. Возобновится чемпионат 5 августа. В этот день «Лида» примет лидера чемпионата команду Смолевича СТИ. В субботу в «Лиде» состоится международный турнир по футболу среди ветеранов этого вида спорта. О своем участии в соревнованиях заявили шесть команд. По одной из Польши и Литвы и четыре из Белоруссии. Из Минска, Могилева, Щучина и Лиды. Игры пройдут на стадионе «Старт». Они начнутся в 11.30. За полчаса до этого там же состоится торжественное открытие международного турнира по футболу среди ветеранов. Организатором являются отделы образования спорта и туризма Лидского исполкома совместно с Федерацией футбола. Сюда приедут команды из Литвы, Польши, также Щучина, Могилева, Гродно и Минска. Среди этих игроков очень известные игроки являются, вот, допустим, команда из Минска, семикратный чемпион Белоруссии Кузнецов Сергей. Среди наших знаменитостей, самый знаменитый является Валентин Бурнос, четырехкратный чемпион Белоруссии. Приходите на старт и болейте за команду, новую обновленную команду Лиды, которая составлена из клуба любителей футбола, бывших игроков обувщика, а также футбольного клуба Лида. И у меня все на сегодня. Хороших и интересных выходных. Любители футбола пусть завтра заглянут на стадион «Старт» и поболеют за лидских ветеранов футбола. Тем же, кого больше привлекает культурный отдых, стоит в субботу вечером поспешить в Лидский замок. В 18 часов там начнется фольклорный праздник «Згуки Батька Ушины». Он проводится в рамках проекта «Замковый гостиниц». Желающим же провести выходные в кругу семьи. Уверен, будет чем заняться дома. Ведь на календаре середина лета. До свидания. Партнер программы «События» – Лидский хлебозавод. Всегда ароматная и свежая продукция. Выпеченная с любовью, по традиционным и новым рецептам. Лидский хлебозавод. 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 Продолжение следует...